Здравствуйте! С вами в студии Олеся Кенфеева. В эфире новости на канале ОТВ «Серпухов». Сегодня в выпуске. Министр энергетики Московской области в Серпухове. Разговор о ключевых вопросах электроснабжения. Программа социальная газификация в действии в городском округе начали подключать дома. Экономика региона напрямую зависит от предприятий, которые работают на его территории. Советник губернатора региона пообщался с промышленниками. Выбрать правильный вектор направления. Ускорить сроки согласования в части подключения к инженерным сетям. Сегодня на брифинге министр энергетики Московской области Александр Самарин, главы нескольких муниципалитетов, руководители ресурсно-снабжающих организаций и предприниматели обсудили ключевые вопросы электроснабжения. Улучшить качество электроснабжения, решить проблемы после зимы и снять барьеры для технологического подключения. В этом направлении на территории Московской области ведется эффективная работа, в том числе и в Серпухове. Со стороны муниципалитета помощь инвесторам оказывается оперативна, что немаловажно в данной ситуации. Перед тем, как реализовывать и заходить инвесторную площадку, мы предварительно с инвестором прорабатываем возможности технологического присоединения к тем или иным сетям. Для того, чтобы инвестор сразу мог посчитать свою экономику и в целом понимать возможность реализации или нет на территории городского округа своего проекта. Поэтому с бизнесом, в принципе, таких вопросов не возникает. Благодаря работе энергетического комплекса сроки технологического присоединения в регионе существенно сократились. Мы смотрим, какие проблемы еще сегодня существуют. В принципе, у нас есть программы, программы достаточно большие по улучшению качества после обращения сроков технологического присоединения. Мы, в принципе, их уже сократили с 218 дней до 78, то есть практически в три раза. И мы сегодня осуществляем технологическое присоединение, скажем так, в два раза быстрее, чем это законодательство предусмотрено. Тем не менее, есть еще над чем работать. Вопросы волнующих жителей, в том числе и Серпухова, остались. Вопрос технологических перебоев, да, он у нас есть. Мы его, наверное, наиболее активно видели в зимний период. Это по сельским территориям, когда у нас были обрывы. И действительно, наверное, там требуется наибольшая модернизация сетей. Но и в плановом порядке, учитывая, что мы передали все свои сети в Мособолэнерго, это работа по территориям городского округа и модернизации в целом. Потому что у нас в весенний период тоже были большие скачки, особенно в центральной части города. В принципе, это основные проблемы, других проблем нет. Все эти ключевые моменты будут решаться в комплексе. Подобные брифинги направлены на развитие инфраструктуры муниципалитетов Московской области и будут проводиться на постоянной основе. Потому что позволяют оперативно выявить и решить проблемные вопросы. Чтобы газ был в каждом доме. 63 населенных пункта Серпухова включены в президентскую программу социальной газификации. В числе их и одна из самых больших деревень округа Шипилова. Здесь накануне прошла встреча жителей с представителями Мособолгаза и администрации городского округа. Будем строить газопровод распределительный по вашей деревне. И в дальнейшем будем заключать комплексный договор комплексной газификации с каждым, кто захочет газифицироваться. Голубое топливо в деревне ожидали не раньше 2029-го. Благодаря президентской программе социальной газификации это произойдет значительно раньше. Прозвучавшая из уст представителя Мособолгаза информация, конечно же, жителей одной из самых больших деревень Липецкого территориального отдела, обрадовала и вызвала немало вопросов. Главный касался оплаты. Во сколько обойдется получить это благо цивилизации у себя в доме? Ведь деревня не газифицирована вообще. Газ у некоторых жителей только сжиженный в баллонах. Сначала нужно построить газопровод до Шипилова, а это 4 километра трубы. Строительство газопровода будет происходить без, соответственно, привлечения средств заявителей. Вот то, что до забора, в двух словах, это будет бесплатно. Все проектные работы, строительные работы, все мы сделаем бесплатно. По графику строительства ваша деревня стоит на конец 2022 года. Благодаря прямому поручению президента России лишние бюрократические барьеры будут сняты. Подавать заявку на подведение газа к участку не нужно. Работы проводятся по графику, опубликованному на сайте компании Мособолгаз. Жителям нужно лишь оформить один комплексный договор на проведение труб по участку и подключение оборудования. Сделать это можно на портале госуслуг и в специальных офисах социальной газификации. Единственное условие – недвижимость на участке должна быть официально зарегистрирована. Есть три у нас пакета социальной газификации. Пакет – это минимальный, подключение только одной плиты, газовой. Стандартный – это подключение одной плиты и газовый напольный котел отечественного производства. И пакет максимум – это подключение импортного настенного котла и газовой плиты. Акцина? Порядка 120 квадратов дом. Если по социальной пакет – это порядка 70 тысяч. Стандартный – порядка 120 и самый большой – порядка 150. Из расчета, что дом будет 120 квадратов. На свои вопросы жители получили конкретные ответы. Газифицировать дома будут все. В деревне много молодых семей. Здесь земельные участки предоставлялись многодетным. Столько лет мы занимаемся этим вопросом. А сейчас уже надежда на то, что это уже близко. Это близко и это радует. Газификация, убежден староста, значительно повысит качество жизни. Шипилово разрастается, улучшается здесь и инфраструктура. Этим летом завершилась отсыпка щебнем разбитых дорог. Улицы Новоселов осветились фонарями. На повестке дня, как говорит Юрий Михайлович, асфальтирование центральной улицы. Но это уже после газификации. Чтобы заасфальтированную дорогу потом не разрушать для проведения работ. А сегодня наша съемочная группа побывала в деревне Пущино-на-Нааре. Здесь по президентской программе газификации обеспечивается голубым топливом уже второй дом. Аккуратными рядами сложенные в полейницы дрова больше не пригодятся. В свежепостроенном двухэтажном доме в деревне Пущино-на-Нааре теперь будет тепло благодаря системе газового отопления. Это уже второй дом в деревне, куда пришла президентская программа социальной газификации населения. Трубу до границы участка подводят бесплатно. Такое возможно в тех населенных пунктах, где уже есть магистральный газопровод. Собственники дома заключили комплексный договор с Мособлгазом. Это позволило существенно сэкономить, да еще и обойтись без бумажной волокиты. В течение пары дней их жилище будет оснащено всем необходимым оборудованием для отопления, прогрева воды и приготовления пищи. Готовились к зиме с дровами, но получилось, что будем, наверное, с газом. Я думаю, будет это самый большой праздник. Газификация домовладения – важное событие для каждой семьи. В Подмосковье за два года газ получат 300 тысяч человек. В городском округе работы ведутся уже на протяжении нескольких недель. Строительство газопровода до границ участков будет проведено в соответствии с единым графиком социальной газификации по Московской области. Советник губернатора Московской области с рабочим визитом вчера посетил три серпуховских предприятия. Александр Коган познакомился с масштабами производства, пообщался с сотрудниками организации. Экономика региона напрямую зависит от предприятий, которые работают на его территории. Это и рабочие места для населения, и налоги, которые идут на развитие муниципалитета. Первая точка визита советника губернатора в ранге министра Александра Когана – АОНПП «Скизел». На данный момент организация предоставляет порядка 100 рабочих мест. Нашему предприятию уже 30 лет в этом году, у нас юбилейный год, и рад представить нашу продукцию. Основным видом нашей продукции являются охранные извещатели. Мы занимаемся научными исследованиями, разработкой и производством охранной техники. На предприятии Александру Когану продемонстрировали производимое оборудование, рассказали о принципах его работы. Провели экскурсию по цехам. Здесь функционирует учебный центр, на базе которого производится повышение квалификации сотрудников. Оборудован многофункциональный испытательный полигон, используемый для тестирования новых разработок. Продукция «Скизел» отмечена многочисленными наградами, регулярно проходит сертификацию качества. Гордость предприятия – извещатель для охраны периметра «Гюрза». Предприятие началось не на развалинах какого-то советского предприятия, а именно с нуля. Но ноль был не совсем нулем. К тому моменту уже существовал прототип «Гюрзы», прототип охранного извещателя, построенный на новых физических принципах. Это электростатический охранный извещатель, в котором использованы принципы зарядовой электроники. Это наше ноу-хау. Как выпускник Оренбургского политехнического института факультета промышленной электроники, Александр Коган с большим интересом изучал демонстрируемые электроприборы. Очень хороший коллектив, потому что видно перспективы, люди заряжены на результат, более того, они горят своей работой. То есть, по сути, есть разработки уникальные в мире на деформацию, к примеру, того же самого забора, на деформацию помещения, на проникновение помещений, которых нет аналогов в мире. Установлены сенсорные датчики. Этим уникален коллектив. Плюс ко всему прочему, есть развитие неплохое. Вопрос неплохо решается с кадрами, с привлечением кадров. Приятно, что руководство... Это как раз один из самых важных вопросов был, потому что в последнее время, когда мы посещаем предприятие, не хватает токарей, не хватает монтажников, не хватает рабочих специальностей. Здесь немножко обратная ситуация. Люди возвращаются с Москвы в любимый город Серпухов. Все вышесказанное – гарантия стабильного развития предприятия. Но любому бизнесу, малому или среднему, необходима поддержка. Правительство Московской области ее готово оказать. Также Александр Коган встретился с сотрудниками организации. В неофициальной обстановке ответил на все беспокоящие вопросы в рамках профессиональной деятельности. Производство с богатой историей, начало которой датируется 1963 годом. Серпуховский хладокомбинат. Еще год тому назад предприятие было в стадии банкротства. Сегодня оно стабильно работает. Коллектив получает заработную плату. Руководство планирует развиваться дальше. Акционерное общество предоставляет площади холодильных камер с температурным режимом минус 18 градусов под хранение товара. То есть есть потребность у людей встроить этот холодильник в свою логистическую схему, свои именно потребности. Акционерное общество обеспечивает температурный режим и эксплуатацию этого объекта. Сюда на сохранность привозят продукцию даже с Дальнего Востока. Здесь хранят сырье производителей продуктов питания. Мы переговорились с руководством предприятия. У них есть четкий план развития. Дополнительное открытие рабочих мест от 30 до 40 человек. Для этого нужна небольшая помощь по программам Московской области развития малого и среднего бизнеса. Они сейчас думают, либо это будет предоставление субсидий на закупку первоначальной, там до 20-25 процентов оборудования, либо лизинг под очень низкие проценты на закупку оборудования. То есть представление оборудования, точнее в лизинг, они показывают, какое оборудование нужно закупить, областное предприятие закупает и представляет им лизинг под очень низкие проценты, чтобы у них была возможность развиваться. Но по сути мы сегодня имеем четкий план развития предприятия. А это создание новых рабочих мест. С действующими сотрудниками предприятия Александр Коган также встретился. В актовом зале «Хлады комбината» собравшиеся задавали волнующие их вопросы и получали четкие ответы на них. Требования соблюдать масочный режим в общественных местах, магазинах и торговых центрах по-прежнему остается одной из главных мер по профилактике инфекции коронавируса. Кто придерживается санитарных норм, показала очередная совместная проверка Министерства сельского хозяйства и продовольствия с администрацией, Госадом, Технадзором и полицией. В сетевых магазинах идет проверка, используют ли сотрудники и посетители маски, перчатки, санитайзеры, есть ли разметка социальной дистанции, ведутся ли журналы термометрии. Строгий контроль за всем этим, а за нарушение – штраф. За нарушение масочного режима, а именно отсутствия средств индивидуальной защиты, это такие как масок, предусмотрено отсветство для нарушителей физических лиц – штраф от 4 тысяч. Данная статья регламентируется кодом в Московской области о безопасных правонарушениях статьей 3.6, часть 2. Но не наказать рублем. Такие рейды направлены в первую очередь на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Сотрудниками Комитета развития инвестиций, предпринимательства и потребительского рынка совместно с Госадом Технадзором эта работа проводится в регулярном режиме, в ежедневном режиме. Работа приносит свои плоды, она является эффективной на данный момент. Предприниматели в целом соблюдают все требования. Это уже второй такой совместный рейд Министерства сельского хозяйства и продовольствия с администрацией, Госадом Технадзором и полицией. Депутат Гурсовета Надежда Еремина и представители Управления дорожного хозяйства городского округа Серпухов провели встречу с жителями домов по Тарусскому переулку. Весной этого года здесь были проведены работы по обустройству ливневой канализации, чтобы не было подтопления улицы Карла Маркса, как это было много лет. Но после окончания строительных работ часть дороги осталась покрыта мягким глинистым грунтом. Жители обратились с просьбой вывести часть глины и подсыпать чебень. Также был рассмотрен вариант разработки проекта по капитальному ремонту дороги, чтобы в дальнейшем вынести предложение по реконструкции дорожного участка на голосование на портале Добродел. Вопрос находится на контроле у администрации городского округа Серпухов. Чтобы контейнерная площадка не портила пейзаж. Мусорной реформе третий год, однако проблема с сортировкой бытовых отходов по-прежнему актуальна. Требования раздельного сбора мусора выполняют далеко не все. Маргарита Кирикович продолжит тему. Начиная с мая, лето очень напряженное, мусора увеличилась многократно. Сергей Суворов – рабочий мусоровозящий компанией МСКНТ. Его обязанность – загрузить содержимое голубых контейнеров, в которые жители должны складировать твердые бытовые отходы. Однако почти в каждом, помимо вторсырья, есть пакеты с обычным мусором. Это усложняет работу по вывозу и утилизации ТБО. «Если сортируешь, значит бросай раздельно. Пластик, картон, стекло, чтобы обращали внимание. Потому что многие бросают пищевые отходы в пластик. Оно сыплется, сетка ведь не держит. Сыплется все через сетку и на голову. Потом убирать приходится. И самим жильцам неудобно подходить». «То есть чистота начинается с каждого тюрьма?» «Конечно». Первые синие и серые баки появились в серпах в январе 2019-го. Параллельно с установкой специальных контейнеров во дворах проводилась разъяснительная работа о важности реализации мусорной реформы. Главная ее цель – с введением раздельного сбора мусора меньше захоранивать, больше перерабатывать. Не так быстро, как хотелось, решается. «За это время полностью сформирован парк контейнеров для раздельного сбора, для сбора смешанных отходов, крупногабаритных отходов. Горской округ Серпухов обслуживают две синие машины для сбора раздельно собранных отходов и 18 мусоровозов для сбора смешанных отходов. Также в городе ежедневно работают три ломовоза». Усложняют работу МСКНТ и дачники. Вот пример. Деревня Гавшина. Проезжающие на машинах подбрасывают сельчанам результаты своих сельхозработ и ремонтов. Или другой пример. Осенняя 25. У дороги контейнерная площадка, украшают которую строительные отходы. Здесь удалось буквально за руку схватить нарушителей порядка. «Несмотря на ежедневный сбор, вот ребята приезжают, фиксируют все это, тут же все попадает в систему ГЛОНАСС. На следующий день приезжают вот рядом с площадкой несанкционированный навал отходов. Причем отходов, которые не относятся к ТКО, потому что растительные остатки, порубочные остатки, строительные отходы. Это отходы, которые не входят в твердые коммунальные отходы. Это отходы, которые нужно вывозить, заказывая отдельно бункер. Чистота начинается с каждого жителя и с выполнения каждым жителям правил складирования отходов на контейнерной площадке». Другая история улицы Глазовская. Михаил Борисович возмущается, что напротив его дома на площадку постоянно подъезжают неизвестные машины и выгружают крупные отходы. «Приезжают разные машины и вываливают. А как я могу без полномочий что-то им сказать и предъявить?» Только общими усилиями четкой работы регионального оператора, с соблюдением графика вывоза, только от аккуратности и дисциплинированности жителей зависит, перестанут ли портить пейзаж своим внешним видом контейнерные площадки или же на каждую площадку устанавливать камеру видеонаблюдения и за нарушение штрафовать. По этому пути мы уже идем. «Просим жителей, если вы раздельно собираете отходы, делайте это со всей ответственностью. Если не сортируете дома отходы, у нас существуют серые и синие баки. Пожалуйста, выбрасывайте свои смешанные отходы в серые баки. Не усложняйте работу специалистам в спецтехнике, потому что синие баки, они сетчатые. Все вываливается на голову грузчика и водителям тоже помогает. А самое главное – усложняет сортировку. Давайте жить в чистом городе». Основные показатели реформы, стартовавшие в Подмосковье 2,5 года назад, определены паспортом нацпроекта «Экология». Например, на переработку к 2024 году должны отправлять 36% бытового мусора, а на сортировку – 60%. Опыт других стран показывает, что это реально. В Центре по профориентации и трудоустройству молодежи прошло торжественное закрытие второй смены Серпуховского лагеря отдыха и труда. Илья Сиразов расскажет подробнее. В течение месяца 16 юношей и девушек убирали мусор в Бару, на берегу реки Аки и в парках города, благоустраивали памятники, приводили скверы в порядок, трудились каждый день. Эта смена была уникальной в том, что они очень любили работать. Такие, знаете, отличники в труде. Я всегда спрашиваю, как ребята у своих специалистов, как ребята замечательно, они как встают. И, в общем-то, труд свой они на самом деле внесли в благо города. Каждый из них оставил существенный вклад в поддержание чистоты и порядка нашего городского округа. Своим примером они показывали, как нужно заботиться о городе, в котором живешь. Это надо донести для всех людей, а не то, что только мы убираемся, чтобы они не мусорили, не свинячили, как в парках, еще где-нибудь. Помимо работы ребята успевали и отдыхать, весело и интересно проводить время. Юноши и девушки вспоминали этот летний месяц, проведенный в работе, только добрыми словами. Некоторые из них сюда непременно вернутся. Я здесь уже не первый раз. Мне очень здесь понравилось, лично для меня это самая лучшая смена, потому что все ребята общительные, все очень веселые, жизнерадостные. Мне очень понравилось с ними, у них очень много интересов, и правда, все прекрасно. К торжественному закрытию летней смены ребята подготовили танцевальные и вокальные номера, которые напомнили о самых ярких моментах их смены. Очередной месяц снова пролетел незаметно. Труд сплотил ребят. В августе следить за порядком и чистотой будут новые трудовые бригады. Три тренировки в день. Игры с мячом, кроссы, силовая подготовка и плавание в бассейне. Так проходят подготовительные сборы у воспитанников спортивной школы «Звезда». В этом году в спортлагерь Жостова отправили 40 юных пловцов, чтобы под руководством тренеров пройти общую физическую подготовку и отработать технику плавания. Для юных спортсменов была организована экскурсия в музей Жостовской фабрики декоративной росписи. Ребятам было интересно увидеть старинный народный промысел России. Тренеры и их подопечные уже вернулись с Серпухов. В августе начнутся тренировки в бассейне. А осенью стартует новый сезон. А на сегодня это все. Далее смотрите прогноз погоды. Также новости есть на нашем сайте, на сайте администрации и в социальных сетях. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Натяжные потолки от установщика номер один нашего региона студии Парсек – это более 10 лет работы на рынке натяжных потолков. Профессиональные монтажные бригады, собственное производство, контроль качества на всех этапах изготовления и установки, гарантийное и постгарантийное обслуживание, обоснованная цена и все виды материалов, существующие на рынке, натяжные потолки от студии Парсек. Доверяйте профессионалам. Бесплатный выезд технолога вы можете заказать по телефону 76 48 48, код города 49 67. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную скидку.